Раньше жители левого и правого берега могли приходить друг к другу в гости по двум мостам через реку. Один находился рядом с Санниково, другой около деревни Обновленный Труд. Потом случился паводок и оба моста рухнули в воду. Добираться с одного берега на другой стало намного труднее. Во время паводка вот так случилось, что снесло у нас этот мост, который вот играет жизневажное значение для наших жителей. Это у нас жители деревни Обновленный Труд, та часть, которая вот вблизи этого моста живет. И им, конечно, удобно ходить и в магазины, и на автобусную остановку. Это ближайший путь. Поэтому восстановление, конечно, было необходимо. И вот спустя несколько недель мост рядом с Обновленным Трудом начали ремонтировать. Но почему жителям деревень пришлось так долго ждать? Здесь есть нюанс. Бюджет на 2017 год уже давно распланирован, и ремонт моста в него не включался. А это значит, что жители обоих берегов смогли бы перебраться через реку лишь в следующем году, когда распланируют новый бюджет. Но ждать им так долго не придется. Депутат Ивановского территориального управления Виктор Феоктистов вызвался отремонтировать мост на свои собственные деньги. Мы с Балабаевой Марьей Ивановной проводили встречу с жителями в деревне Ивановское. Жители деревни Ивановское обратились с просьбой помочь восстановить мост через реку Истра, который связывает несколько населенных пунктов. Изучив всю ситуацию и всю проблему, я принял решение, что нужно это восстановление взять на себя, потому что это самый быстрый способ. Сейчас ремонт моста идет полным ходом. Рабочие уже разобрали половину разрушенного моста, поставили новую бетонную опору и уже скоро начнут монтаж подвесных тросов и необходимого оборудования. Ежедневно задействованы 3-4 единицы техники. В основном это вездеходы, большотонные КАМАЗы. Опору притаскивали сюда с трудом. Все мешает. Куча деревьев свалила, притащила водой. Все сложно, все тяжело, но в сжатые сроки все сделаем, постараемся справиться, как бы это тяжело не было. Сдавать уже готовый мост планируется в середине августа, но рабочие обещают, что постараются выполнить работу намного раньше. Мы будем следить за выполнением работ и расскажем об этом в наших следующих сюжетах. Максим Рыков, Максим Барышев, Истра РФ